Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Ездры. И сегодня мы будем с вами читать четвёртую главу. Вот как экзегеты описывают содержание этой главы. Как только строительство храма началось, так сразу столкнулось с оппозицией со стороны недоброжелателей. Самаряне были врагами евреев и их религии, и они решили всячески препятствовать им в деле восстановления храма. Они предложили стать партнёрами в строительстве, чтобы иметь возможность оттянуть его, но им было отказано. Они огорчали и отговаривали иудеев строить храм. Они со злым умыслом неверно истолковали царю персидскому действия поселенцев в обвинение посланному ему. Они получили от него повеление остановить строительство и немедленно повиновались этому приказу. Самаряне — это сектанты. Это классическая секта, возникшая сначала внутри иудаизма, к ним даже были посланы еврейские священники в какой-то момент, но потом они всё равно оказались в состоянии секты. У них было альтернативное место поклонения Богу не в Иерусалиме на горе Мария, а вне Иерусалима на горе Горизим. У них было альтернативное духовенство не с колена Левина, и даже альтернативное пятикнижие, известное самарянское пятикнижие, которое насчитывает до 6000 разночтений с еврейской массорой. То есть это классическая секта, так мы и будем их воспринимать в этом тексте. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И пришли они к Зарвавелю и главам поколений, и сказали им, будем мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Ассардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда». Они были доставлены в эту землю, чтобы земля не пустовала, потому что евреи были тогда в Вавилонском плене, и чтобы дикие звери не развелись на этой земле. А так как язычники считали, что у каждой земли есть свой Бог, язычники даже выписали левитов, священников из Вавилонского плена, чтобы те обучали самарян, как правильно выстраивать отношения с Богом этой местности, то есть с Богом Авраама, Исаака и Акова. Но по своей природе самаряне были, конечно, язычниками, и их обращение в религию Авраама было таким внешним, оно было вызвано какими-то политическими мотивами. Итак, что здесь происходит? Самаряне предлагают принять участие в восстановлении храма. Очень часто можно слышать от сектантов, когда они нам говорят, мы так же, как и вы, верим в Святую Троицу, мы так же, как и вы, верим в Бога человечества Христа Иисуса, мы так же, как и вы, чтим Библию, книги Ветхого и Нового Завета, давайте трудиться вместе. То есть здесь предлагается экуменический союз. Самаряне предлагают целую экуменическую программу, проект, объединиться всем ради построения храма. Но на самом деле они хотели тормозить таким образом построение храма. «И сказал им Зарвавель и Иисус и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский». То есть верующие в истинного Бога, они отказываются сотрудничать вместе с сектантами-еретиками и включать их в проект восстановления храма. Потому что есть всегда опасность, что если мы увлекаемся контактами с еретиками, с сектантами, это нанесет вред и нам самим. Даже если сектанты предлагают нам, например, вместе прочитать молитву «Отче наш». Был такой случай в моей жизни. Я общался с одним адвентистом, и он мне все время говорил, давай вместе прочитаем молитву «Отче наш». Я, конечно, отказывался. Но однажды я его спросил, а какой смысл вы вкладываете в слова «избави нас от лукавого»? Я задал этот вопрос после тяжелого спора с ним, когда он был в таком неуравновешенном состоянии. И он сказал, когда я молюсь «Избави нас от лукавого», я прошу Бога, чтобы он избавил Россию от ваших крестов, от ваших икон, от ваших храмов и от всего вот этого православного. Понимаете, братья и сестры, почему нельзя молиться вместе с еретиками? Потому что даже если мы будем читать одну молитву, общехристианскую молитву, они будут вкладывать свое понимание в эти слова. И когда мы на их молитву говорим «Аминь», мы, не осознавая это, как бы одобряем этот скрытый, нераспознанный нами смысл их понимания этой молитвы. «И стал народ земли той, то есть самаряне, ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира царя Персидского и до царствования Дария, царя Персидского». Вот здесь раскрывается их неискренность, когда они предлагали совместное такое участие в деле восстановления храма, потому что верующие так не ведут себя. К сожалению, такое встречается между православными, когда один православный раздраженный человек почему-то недоволен другим православным и начинает задействовать церковно-административные ресурсы, там какая-то фейковая дезинформация в интернете нападает на своего собрата по вере. Это совершенно недопустимо. И далее мы читаем о тех доносах на иудеев, о которых писали самаряне, Вавилон, в результате которых Артаксеркс велел остановить строительство храма. А в царствование Ахаш-Фероша, в начале царствования его написали обвинения на жителей Иудеи Иерусалима, то есть написали самаряне. И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табеэл и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. Сирийский язык – это арамейский язык. Так арамейский язык называл и Евсевий Кисарийский, автор церковной истории. Рехум, советник и Шемшай-Писец писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу. Такое. Тогда-то Рехум, советник и Шемшай-Писец и прочие товарищи их, Диней и Афар-Савхей, Тарпилей, Апарсы, Арияне, Вавилоняне, Сусанце, Даги, Эламитяне и прочие народы, которых переселил Аснафар, Санахерим, Великий и Славный, и поселил в городах Самарийских и в прочих городах за рекою. И прочие. Это как бы вступление к письму. И вот список письма, то есть доноса, которые послали к нему царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекой, то есть имеется в виду за Ефратом. От этого и происходит слово еврей, то есть с другой стороны Ефрата. «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили». Но на самом деле занимались построением храма, стенами занимались при Наимии. «Да будет же известно царю, что если этот город будет построен, и стены восстановлены, восстановление стен – это уже военная угроза, считалось в то время, то ни подати, ни налога, ни пошлина не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесения к царю, пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен». То есть это был откровенный политический донос. Политический донос. И этот стиль сохраняется. Враги церкви часто, особенно в советские времена, они использовали политические обвинения против священнослужителей. Так многие священнослужители были осуждены, казнены или отправлены в концлагеря сталинские именно по политическому доносу. И продолжение этого письма. «Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой». Царь послал ответ. То есть царь получил это письмо и послал ответ. «Рахуму, советнику и Шемшаю, песцу и прочим товарищам их, которые живут в Самаре и в прочих городах заречных. Мир и прочее». «Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною». То есть ничего не пропущено. Это означает «внятно». «И от меня дано повеление, и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, производились в нем мятежи и волнения». У царей древности были памятные книги, в которые записывали какие-то события. Ну, например, там, надо какого-то человека наградить за что-то. И делали запись. Или какой-то город надо наказать, и потом следить за ними. И тоже делали запись. В книге «Исфирь» это видно, про памятную книгу. «И что там еще нашли?» «И что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречием, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление». Иерусалим – это образ церкви. И враги церкви, они борются с церковью, вспоминая, какое значение имела церковь в прежние времена. И, помня об этом, они боятся церковь и стремятся ее загнать в резервацию, в некое гетто. Иногда мы добровольно идем в такое гетто, не понимая, что иногда гетто кончается крематорией. Итак, дано приказание, чтобы люди сии перестали работать. 22 стих. «И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра, к чему допускать размножение вредного в ущерб царя». Это конец ответа царя. «Как скоро это письмо Артаксеркса было прочитано перед Рехумом и Шемшаем, певцом, и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям и сильной, вооруженной рукою остановили работу их». То есть они закрывают проект восстановления храма. Как некоторые хотят закрыть, христианский проект в масштабах планетарных или закрыть православный проект в масштабах Греции или России. Мы видим, что здесь потребовалась сильная вооруженная рука, чтобы остановить все. «Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка в себе продолжалась до второго года царствования Дария царя Персидского». Так оканчивается четвертая глава первой книги Ездры. Если мы, по-моему, «Шевы Господь позволит», в следующий раз мы будем читать пятую главу этой книги. Спасибо вас, Господь! Берегите себя! Продолжение следует...